привет друзьям и гости моего канала сейчас знаете какая у меня вышла оказия хотела пирог испечь показать вам новый рецептик и ничего у меня не получается потому что духовка перестала работать не знаю что произошло нажимаешь когда эту штучку поворачиваешь там зашипит газ пойдет как она на пружинке так отпускаешь уже в положении включена все сейчас посмотрела рецептик совсем совершенно другой он у меня лет 30 как записано этот рецепт кулинарной тетрадки еще раньше делились рецептами не было в таком изобилие литературы там интернета где можно было посмотреть на любой вкус много-много всяких рецептов и передавали из уст в уста вот мне лет 30 назад женщина рассказала этот рецепт тортик как выпекать а вернее там коржи жарить на сковородке то есть обойдемся без духовки сейчас попробую приготовить не понимаю что у меня из этого получится может что-то и получится сейчас посмотрим вот друзья это тетрадка и отсюда я посмотрела рецептик вот этого тортика который не печется жарится на сковородке сюда нужно вот взяла блюдо пачку творога и готовила в это блюдо сейчас положу два три яичка разбить яички не очень крупные при взяла приготовила вот они сейчас их разобью сюда сейчас вот это все разомну творог яички немножко тут разобью тоже желточки желточки белки чтобы более однородно это все получилось сюда можно в эту массу добавить стакан сахарная песка чайную ложку соды не гашеной я не буду чайную ложку доставать так на глазок примерно читаем дальше это все это все перемешать добавить полтора стакана муки и замесить тесто и холодно 30 тут вот видите друзья уже все эти буквы все выцвела чернила все где-то раскрылись где-то выцвели совсем не буду я ни в какой холод убирать сразу буду делать все что получится то и получится будем надеяться что хорошо сейчас вот это творожок где комочки еще остались и так немножко разомну полтора стакана здесь осталось немножко муки сейчас я использую все настолько сегодня спонтанно даже не буду сито доставать ничего страшного мука все чистое пакетировано полтора стакана хватит я думаю я даже не помню когда-то я такой жарила на сковородке торт у меня даже нет в памяти может и жарила уже забылось и как и чего это получаться трудно сказать тесто разделить на 8 частей и выпекать 8 сочней по-моему его немножко надо довести до более такого состояния плотного чтобы можно было скалкой работать и не прилипало бы оно к скалке вот у меня получилось такое тесто дальше у меня в тетрадке написано что надо его разделить на 8 частей промазка пол литра сметаны так и один стакан сахарного песка взбить я не буду сметану тратить во первых сметана очень дорого сейчас стоит во вторых она очень калорийная я приготовила для этих целей мой любимый кефирчик я его взобью с сахарным песком и сахару на пол литра кефира не буду класть целый стакан положил в два раза меньше допустим пол стакана мне зачем такая глюкоза эти углеводы не хочу я даже не такая сладость мне даже неприятно так можно пол литра сметаны вашей так 8 коржей 8 и я но вряд ли таким диаметром сделаю у меня не получится скорее всего возможно я сейчас попримеряю может 66 коржей хватит сейчас разрежу ножом посмотрю что из этого выйдет если 8 коржей это 2 получилось так может мне сделать 6 чтобы они были тоненькие а может всего 4 как лучше нет я сделаю 6 сейчас околотки сделаю посмотрю какой колобок поменьше к нему добавлю из того чтобы больше получится пусть будет 6 коржей тогда в тортике 6 коржа это уже тоже немного так 6 тут написано мне на холод и коржей как сказать и то что я сначала там наводила потом намесить тесто тоже в холод ничего я не буду это никакой холод сразу буду все выпекать я не могу понять почему тут нужно на холод поносить и спросить уже не у кого потому что тут же нет ни масла там в это не входит в состав это когда обычно масло входит там остужает там чтобы тесто было такое более а тут то с какой целью это делать не понимаю не буду я выносить все готовы нагревая сковородку сейчас немножко убавлю и начнем кстати я вот начать то начинаю я же еще промазки не взяла у меня сейчас процесс быстро пойдет и ладно не буду собирать сразу сразу поставлю подальше чтобы тут не грелась надо было другую сковородку взять побольше это какая-то маленькая не очень подходящая для такого диаметра прибавлю огонек чтобы жарилась повеселее сейчас вылью пол-литра кефира 2 и 5 процента разведу с сахаром его разобью насколько у меня это получится миксер не буду ничего блендера доставать так вручную разобью сахарный песок не буду даже его отмерять как вот немножко вот так возможно это примерно пол стакана а то и поменьше не хочу я сладкое очень все чтобы он тут растворился сейчас проверю что у меня получилось вот смотрите он уже начал румяниться почему-то как-то на один бок здесь сильнее здесь послабее но все равно я не буду ждать когда там начнет уже в такой очень темно-коричневый превращаться горелого тоже чуть-чуть не хочется чтобы сгорело так и опять закрою пускай под крышечкой там лучше с разговорами чуть не прошляпила надо следить почаще это не духовка духовку я знаю там уже такой аромат аромат такой тесто готового все и тогда значит все готово достаешь а тут трали-вали на сковородке это уже другая совсем история все промазала буду смотреть почаще следить надо то так можно все свое испортить изделие так ладно перевернула вторую же пику какая у меня штучка получится самой интересно посмотрим друзья в рецепте не сказано как на чем жарить чего ну на сковородке на газу но там маслом смазывать нет первый корж я пекла смазывала немножко растительным маслом не сильно мне меньше понравилось они как-то все равно коржи как будто не пекутся жарятся вот первый корж я сделала так а вот это я на сухой жарю сковородке ничем не подмазываю ну крышкой закрывают сейчас вам показываю открыла крышку он хорошо видите какой румяный корж он такой поднимается довольно такой пышный как получается увеличивается все хорошо мне кажется конкретно в этом рецепте сковородку не надо ничем смазывать просто на сухой выпекать эти коржи это будет лучше чем тогда подмазывать друзья специально вот сейчас перевернула неудобно одной-то рукой все делать и вот это вторая сторона у него получается такая она менее так выглядит и ну а какая нам разница все равно это все пойдет под промазку так что вот так они выглядят на сухой сковородке эти коржи друзья настал новый день вот я этот торт пирог который пекла вчера вам показывала принесла только что с лоджии на лоджии минус но небольшой он легко режется сейчас хочу посмотреть и показать вам что получилось украшать не стала он у меня такой растрёпыч не на вид не симпатично но на вкус я надеюсь он вкусный такой тортик на повседневку я сейчас чайную ложечку достану и кусочек попробую но тут должно быть вкусно потому что все продукты такие не очень неудобно друзьям у него ярко выраженный молочный вкус он очень хорошо пропитался все слои опять же мало калорийный кефир и сахарный песок причем я положила пол нормы той от той которую рекомендуют ну вот у меня в описании в тетрадочке весь рецепт я вам напечатаю и оставлю в описании под видео кому интересно приготовьте очень легко не нужно пользоваться духовкой на сковороде выпекаться можно сказать за 10-15 минут и торт готов только нужно чтобы он пропитался и остыл делать накануне вечером испекли утром достали и можно завтракать даже таким тортиком с маха пришла с мучатами сейчас чай попьем чайник вскипел уже вот она себе кусочек отрезала вот моя тетрадка в которой эти рецепты записаны 30 лет назад это точно прошло если не больше с того момента когда этот рецепт записала вот видите вот пригодился